Здравствуйте! Это новости Дагестана на ННТ, студии Махач Курбанов. Короткий анонс. Бастрыкин поручил разобраться и доложить ход проверки инцидента с обрушением в лестнице в Цунтинском районе на контроле у Следственного комитета России. Персики от мэра Кизююрта. Строители закончили в срок. Оградоначальник сдержал слово. Кушайте персики. Дети Донбасса. Участница проекта «Здравствуй, Россия!» из Донецка провела неделю в махачкалинской семье. Подробности расскажем в выпуске. За что расстреляли Тахагодин и какие были его последние слова? В Национальном музее Дагестана открылась выставка, рассказывающая о жизни революционера и государственного деятеля. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыгин поручил доложить ему об обстроительствах инцидента с обрушением железобетонной конструкции на людей во время свадьбы в Цунтинском районе. По этому факту проводится процессуальная проверка, ход которой поставлен на контроль в Центральном аппарате Следственного комитета России. Напомним, во время торжества в частном доме в селе Хашархута рухнула бетонная площадка и лестничная конструкция. В результате несчастного случая одна женщина от полученных травм скончалась, и более 30 человек пострадали. Наложено штрафов на сумму 30 миллионов рублей. Управление Федеральной антимонопольной службы по Дагестану подвело итоги проведенной работы за первое полгодие 2022 года. Руководитель УФАС по региону Каир Бабаев обратил внимание журналистов не только на статистику, но и озвучил ряд проблем, с которыми ведомство сталкивается в процессе работы. Особенно в части нарушений антимонопольного законодательства предпринимателями. По рекламе у нас выдано 10 предписаний, возбуждено 10 дел, 6 предписаний уже исполнено. Но из рекламы я бы хотел отметить особенно характерное для Дагестана, когда все хотят быть первыми. Мы как минимум каждый месяц сталкиваемся с тем, что мы рассматриваем одно, два, три дела, когда каждое предприятие начинает примерно чуду номер один, шашличное номер один. То есть мы хотели бы сегодня через вас довести до всех предпринимателей, что просто так называться номер один это нарушение антимонопольного законодательства. Просто так называть себя самые-самые-самые, лучшие-лучшие-лучшие это нарушение. У нас предприниматели сами знаете, это такая подвижная категория. Кто-то там разоряется, кто-то банкротится, кто-то закрывается, кто-то только-только входит в рынок. И многие эти позиции не знают. И начинают просто так, а почему бы не называться номер один? Вот ты проезжаешь по городу, вроде вчера там убирали где-то у соседей там номер один, а сегодня появляется еще где-то. Поэтому еще раз хотел бы через вас, чтобы вот эти позиции еще раз были доведены. Если назвались номер один, ну как минимум докажите, что вы или по объемам, или по истории создания, или еще по каким-то другим критериям, что вы номер один. К другим темам. Мэр Кизил Юрта выполнил свои обязательства по персиковому соглашению с главами подрядных организаций, которые занимались капитальным ремонтом местных школ. Напомним, согласно устным договоренностям, если строители не успевали закончить работы до 15 августа, они должны были выплатить городу по 5 миллионов рублей. В случае своевременной сдачи объектов, Магомедов обещал передать каждому руководителю по ящику персиков. В итоге ремонтные работы были завершены в срок, а рабочие получили обещанные персики от самого городоначальника. У нас в городе есть такие строители, как Русб, которые отвечают за сказанные, которые все делают добротно, красиво, как для себя. Но зачем нас ранее искать строителей? Мы будем просить, представители правительства, первую очередь, главы лиц мы будем просить, а потом представители будем просить, чтобы мы сами были заказчиками, и строителями, подрядчиками были вы. Такие добросовестные, такие правды, как вы. Кушайте персики. На здоровье. Спасибо. В историческом парке «Россия. Моя история» состоялась памятная встреча выпускниц городского отделения Дагестанского исламского университета имени Мухаммада Арифа. Для них была организована культурная программа. Среди почетных гостей была и советник муфтия Дагестана Айна Гамзатова. Подробности далее в сюжете. Вот уже 17 лет функционирует женское образовательное учреждение при Дагестанском исламском университете имени Мухаммада Арифа в Махачкале. В начале учебу студентки проходили в вечернем отделении, а в 2013 году появилось и дневное, именуемое как «Женский центр хидайат». Помимо основного религиозного образования, здесь получают и дополнительные знания. Такие как швейное мастерство, кулинарное мастерство, а также компьютерные курсы, медицинские тоже курсы можно пройти. Религиозные знания, они всегда нужны в первую очередь для воспитания детей, также для своего правильного поведения в этой жизни, в основном в семейной жизни для женщины. А те дополнительные, они для женщины необходимы как жене, как матери. И вот спустя много лет выпускницы Дио вновь встретились в одном зале, вспоминая лучшие студенческие годы. Обучение проходило с самого первого дня очень хорошо, и для себя я получила вот все лучшее, что у меня сейчас есть, то и получила. Это религиозность, нрав, подруг, знания, естественно. Все плохое оставила позади, все, что хорошее есть, в исламе то приобрела для себя и улучшает до сих пор. Как пришла, заметила, что и коллектив, и учителя, и девочки, они все там особенные. Не такие, как в других местах, для меня это было, ну, открытием, можно сказать. Они все прекрасные, добрые, светлые люди, туда не попадают плохие люди. Для выпускниц в этот день звучали напутственные слова, а также стихи и наши до известных исполнителей. На памятную встречу пришли почётные гости, в их числе супруги и советник муфтия Дагестана Айна Гамзатова. Я бы сегодня хотела бы дать один совет, который связан и с моей жизнью, и, я думаю, принесёт вам пользу. Иногда меня спрашивают, почему вы цитируете не только хадисы или мусульманских учёных? Потому что с самого района Одесской я так получила, что читала очень много раз на литературе, получала светское образование. И в процессе жизни по ходу работы тоже читала разные литературы, разные книги. И во всех книгах я находила пользу для своей работы, для достижения каких-то целей. Я думаю, и вам это принесёт, это будет опорой для вас, принесёт огромную пользу. Если вы не будете останавливаться на достигнутом, будете развивать себя и читать не только исламскую литературу, всё, что есть в этом мире, оно всё от Аллаха. Вы же знаете, вы имеете исламское образование, что ни одна мысль в голову человека не приходит. Безволен от Всевышнего Аллаха. Поэтому, если он кому-то дал знания, и мы можем черпать из этих знаний, то мы обязательно должны это делать. Извлекайте пользу из всего, из любых историй, которые вы будете читать. Даже из маленьких юмористических анекдотов. Даже у них есть иногда так много мудрости. И иногда они очень способствуют для краткой передачи информации. Поэтому черпайте из всего, что вы встречаете на своём пути. Читайте, поглощайте знания с жадностью. Нет недостиженных целей. Есть только наша слабость. Если мы опираемся на лень и слабость, то это неверие. Потому что, когда мы говорим, я не могу, значит, мы верим в себя, в свои силы. А это неправильно. Вы же знаете, что верить надо только во Всевышнего Аллаха. И вот это слово «ля», оно отметает всё остальное. Даже наше уверенность в себе или сомнение в себе, оно «ля», отрицает всё, кроме Всевышнего Аллаха. Поэтому мы не можем сказать «я не могу», «я ленюсь», «я бессиленна», «я не справлюсь». Мы должны управлять на Всевышнего, ставить перед собой цель и идти к ним. А дойдём мы, или как мы справимся с этой задачей, на это воле Всевышнего Аллаха. Главное, чтобы в наших сердцах была искренность. И как надо говорить нашу муфти и Аллаху, только вперёд. То есть Аллах поможет. Женское религиозное образование – одно из приоритетных направлений муфтията Дагестана. И оно, по словам организаторов мероприятия, будет иметь дальнейшее развитие для создания нравственного общества. Хамзанур Магомедов, Магомед Магомедов, Дауд Гасанов, телеканал ННТ, Махачкала. Участница проекта «Здравствуй, Россия!» из Донецка провела неделю в махачкалинской семье. 15-летняя Анастасия Берестюк, воспитанница вокально-хореографического ансамбля «Сувенир», гостила в семье Мусаевых. Попечителем девочки стала Умасалимат Мусаева. Женщина работает начальником отдела опеки в администрации Кировского района. Трижды мама и дважды бабушка научила Настю готовить аварский хинкал. Посетила вместе с девочкой Сулакский каньон и туристический гордок Главрыба в Казбековском районе. Девушка, прощаясь с Дагестаном, отметила, что природа края ее удивила красотой, а люди – теплом и гостеприимством. Спасибо вам огромное. Вы меня проводили по самым таким значимым местам, отправляли в самые такие удивительные места. Удивительно красиво здесь. Это культура, это быт, это просто невероятные места. Это больше всего, скорее, что меня удивило, потому что это была моя, знаете, из таких маленьких мечет, это побывать в центральной мечети. Первое, что сделала Анастасия в день приезда, попросилась в мечеть. И сразу, джума мечети, сразу пошла мечеть. Это безумные виды, и это просто невероятные ощущения, непередаваемые. Ума Мусаева, в свою очередь, подчеркнула, что участие в проекте – это способ заявить, наши люди всегда готовы поддержать гостей в трудной жизненной ситуации. То, что сейчас происходит в стране и за ее пределами, не может не изодеть никого. То есть мы все вовлечены в эту историю, и мы все хотим, чтобы все это разрешилось благополучно. Приезд гостей из Донбасса, именно детей подросткового периода, мне кажется очень таким нужным и своевременным, потому что мнение свое они будут складывать не из репортажей, не из сведений, которые они видят на телевидении, либо где-то в соцсетях, а вживую пообщаться с людьми. Всегда интересно увидеть настоящих живых людей, не политиков, не каких-то шоуменов. И в данном случае как раз есть возможность рассказать о своем быте, о своей жизни, о своих интересах, о том, чем мы живем, как мы живем, какие у нас взгляды на жизнь. К 130-летию известного революционера, государственного и общественного деятеля Дагестана, создателя первого музея советского Дагестана, Алибека Тахагоди, национальный музей Дагестана, который носит его имя, открыл выставку. О том, что представлено, вниманию посетителей расскажет Малика Курбанова. В честь Алибека Тахагоди названы улицы, институт и музея. Его имя широко известны за пределами республики и страны. Сегодня в одноименном музее открыта тематическая экспозиция. Представлены фото, документы, личные вещи и книги государственного деятеля. На выставке прошла и акция дарения музею первого эскиза Бюста Алибека Тахагоди. Работа художницы, реставратора Анны Самарской, по словам автора, дань уважения памяти выдающейся личности. Он с 1922 по 1929 год возглавлял одновременно несколько наркоматов. Помимо наркомпроса, который ведал вообще всеми вопросами культуры и образования, он занимался и юстицией, и судебными делами, и занимался продовольствием, занимался другими вопросами. Потому что, как известно, в те годы 20-х умных и понимающих адекватных людей было очень мало. Это был перелом, это новое время. И, конечно же, на плечи вот нескольких людей, его соратников, такие как Артмасов, как Мамедбеков, как Агаси и другие товарищи, они, конечно, выполняли огромное количество, нанесли невероятную нагрузку. Он активно участвовал в восстановлении республики, стоял у истоков культурного строительства Дагестана, был наркомом просвещения, наркомом юстиции в начале 30-х годов прошлого века. По его инициативе в Москве был создан Центральный научно-исследовательский институт национальностей. Тахагоди был первым директором этого института и многое сделал для подготовки специалистов из малых народностей. Также он читал в МГУ курс по кавказоведению. На выставке посетители увидят фотографии, посвященные детству, становлению, жизни во Владикавказе и учебе. Отдельно выделен блок, посвященный его семье и друзьям, деятельности в Дагестане и Москве. Также было представлено видеообращение его дочери Азе Тахагоди, которой исполнилось 100 лет. Макет будущего памятника, я полагаю, даже на площади комитета есть хороший постамент и есть то самое место, которое заслуживает наш Алибек Тахагоди. Алибека Тахагоди расстреляли в Москве 9 октября 1937 года по ложному обвинению участия в панциркистской организации. Он не признал себя виновным. Приговор привели в исполнение в тот же день. Перед смертью он сказал «Моя совесть чиста перед народом и отечеством». Дагестанский футболист Магомед Шапиев Сулейманов может продолжить карьеру в ХПЛ. Израильская команда готова арендовать форварда до конца сезона. 22-летний Сулейманов – воспитанник Краснодара. За первую команду «Быков» в 122 матчах Магомед Шапиев забил 23 гола и отдал 8 результативных передач. Минувший сезон футболист отыграл в составе турецкого «Гирисунспора» на правах аренды. Дагестан примет Кубок России по волейболу. Турнир среди мужских команд высшей лиги «Б» посвятят памяти Расула Гамзатова. Игры пройдут с 10 по 15 августа в Каспийском дворце спорта имени Али Алиева. Участниками розыгрыша Кубка станут 6 команд. Помимо хозяев на площадку выйдут клубы из Воронежа, Ростова-на-Дону, Майкопа, Грозного и Ставрополя. И это все на сегодня. Оставайтесь с нами, смотрите нас во всех соцсетях. Всего доброго, до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова